В своем коротком докладе я расскажу о том, как мы пытаемся преодолеть одну из главных проблем нового перспективного терапевтического подхода онкологии с использованием онкалитических вирусов. А онкалитические вирусы – это принципиально новый класс терапевтических средств, препаратов. И поскольку, несмотря на то, что вообще идея об использовании вирусов довольно давно уже витала в воздухе, тем не менее мы пока еще не видим достаточно широкого применения этих препаратов онкологии, и для этого есть несколько фундаментальных причин, на которых я остановлюсь. Вирусный онколиз – это способность вирусов избирательно размножаться в клетках опухоли, вызывать модификацию опухолевого микроокружения, стимулировать механизмы врожденного и адаптивного противоопухолевого микроокружения и адаптивного иммунитета. Онкалитическими являются непатогенные вирусы, которые могут быть либо природно непатогенные, либо полученные с помощью генетических манипуляций, которые обладают способностью избирательно уничтожать злокачественные клетки. Но в основе механизма онколиза избирательности лежит свойство опухолевых клеток. При прогрессе одно из первых нарушений, которое происходит, это выключается система противоопухолевой иммунитетной невосприимчивости клеток, это система интерферона. И поэтому опухолевые клетки обладают повышенной чувствительностью практически к любым вирусам. Но механизм вирусного онколиза достаточно сложен. Он включает и прямой путь, когда под действием вируса происходит избирательное уничтожение опухолевых клеток. Но это всего лишь одна из частей этого механизма, поскольку при проникновении вируса в опухолевое микроокружение происходит очень сильная модификация иммунных процессов, происходит снятие иммунной супрессии и стимулирование механизма противоопухолевого иммунитета. Это очень такая многосторонняя реакция. Также очень важным свойством опухолевых клетических вирусов является то, что они хорошо сочетаются с ингибиторами контрольных точек, поскольку даже в случае, если в опухоли не экспрессируется достаточное количество ПДЛ-1, под влиянием вирусной инфекции этот уровень повышается, и поэтому даже иммунологические холодные опухоли становятся чувствительными к ингибиторам контрольных точек. Важным свойством аноклетических вирусов является также их способность уничтожать опухолевые стволовые клетки, которые особенно устойчивы к действию очень многих химиопрепаратов и таргетных препаратов. Но поскольку вирусы действуют совершенно по другому механизму, они способны уничтожать стволовые клетки, причем они это делают либо напрямую, либо разрушают ниши, которые необходимы для поддержания стволовых клеток. И это приводит к тому, что вирусная терапия часто приводит к тому, что даже такие вот заболевания, как глиобластома, могут быть излечены, поскольку не возникает рецидив. В качестве анклетических вирусов могут быть очень многие вирусы. Это либо природные непатогенные, либо слабопатогенные вирусы, различные атонуированные вакцинные штаммы, либо генетически модифицированные вирусы, у которых добавлены дополнительные функции в виде каких-то дополнительных генов, которые повышают их вот эти анклетические свойства. Также возможно получение синтетических вирусов. Вот здесь приведены основные разработчики, но видно, что несмотря на то, что очень много препаратов сейчас разрабатывается, всего лишь три препарата были одобрены, причем основной препарат – это вирус Герпеса, ТВЕК или МЛИЧИК, он применяется сейчас в основном для терапии меланомы, он был одобрен в Соединенных Штатах в 2015 году. Но, тем не менее, пока еще эти препараты не нашли такого широкого применения. Какие причины вот этого умедленного продвижения в клинике? Но помимо того, что существует до сих пор признанная боязнь вирусов, как потенциальных возбудителей болезни, также важным фактором является неготовность фарма-индустрии, поскольку это совершенно новый класс препаратов, которые требуют перестройки системы испытаний и производства. Но в настоящее время также самым главным сдерживающим фактором является непредсказуемость клинического эффекта, потому что каждый конкретный препарат, который поступает в испытания, он действует лишь на небольшой процент пациентов, от 10 до 30%. В некоторых случаях при комбинировании, например, с ингибиторами контрольных точек, может быть больше, но все равно эффективность, эффект достаточно скромный. Вот чтобы проиллюстрировать это, я приведу данные для лечения глиобластомы рекомендантным полиовирусом. Они, с одной стороны, очень хорошие, поскольку тут видно, что 20% пациентов реагируют на эту терапию таким образом, что возникают длительные ремиссии, вот эта синяя кривая. Но, с другой стороны, видно, что только 20% реагируют на вирус, 80% пациентов вообще никак не реагируют на такую терапию. Но причина этому, то, что анклитические вирусы, особенно надо подходить персонализированно к их лечению, поскольку опухоли очень индивидуальны, они очень по-разному реагируют на анклитические вирусы. И в настоящее время практически отсутствуют какие-то надежные маркеры, которые бы могли предсказать вот эту чувствительность. Ну вот мы, когда испытывали различные опухоли в линии, обнаружили, что они очень по-разному реагируют на разные вирусные препараты. Вот здесь приведено испытание нескольких линий клеток глиобластом, полученных от пациентов, против 36 штаммов анклитических вирусов. И видно, что красные – это те образцы, которые хорошо реплицируют вирус, синие – это которые не реплицируют вирусы, промежуточные – это, значит, в той или иной мере могут размножать вирус. Видно, что если в одном случае клетки к одному вирусу чувствительны, то к другому вирусу они могут быть совершенно нечувствительны. Поэтому очень важно подбирать вирусы именно под конкретного пациента. Здесь вот данные аналогичные приведены для рака яичника, а на этом слайде для рака молочной железы. Видно, что частота позитивного ответа на вирусы у разных форм заболевания отличается. Однако, тем не менее, это все равно непредсказуемо, поскольку даже в пределах одной нозологии существует очень сильная вариация в ответе пациентов на тот или иной вирусный препарат. На ксенографтах и мышей мы также обнаружили, что если один вирус может, предположим, эффективно подавлять рост ксенографтов опухоли человека на иммунодефицитных мышах, то другой может либо совсем не подавлять, либо подавлять в незначительной мере. Для того, чтобы преодолеть эту проблему, мы предложили панельный подход. Мы предлагаем формировать панели онкалитических вирусов с различающейся специфичностью в отношении опухолевых клеток. И в качестве исходного критерия мы приняли способность проникать в клетку через различные рецепторы. Поскольку очень многие опухолевые клетки, в них наблюдается множественное нарушение сигнальных путей, это может приводить к тому, что вирусы, которые проникают через один путь, их заражение нарушается, но, однако, существуют другие пути, и поэтому другие вирусы могут хорошо проникать в такие клетки и их заражать. Мы сформировали такую панель на основе непатогенных энтеровирусов. Здесь приведены в таблице основные рецепторы, которые используются этими вирусами. Для того, чтобы подтвердить, что они проникают через разные рецепторы, мы создали панель нокаутных линий чувствительных клеток, в которых мы вырубили все известные, последовательно, все известные рецепторы, которые используются энтеровирусами. И на этом слайде показано, что некоторые из вирусов не могут размножаться на таких клетках. Далее стратегия такая, что мы проводим испытания чувствительности опухолевых клеток пациента на чувствительность к существующей панели. Формируем индивидуальную панель вирусов, которая подходит под данного пациента, и потом последовательно применяем эти штаммы для того, чтобы добиться длительного курса терапии. Но это достаточно сложный путь, поскольку это требует прямое тестирование опухоли из биопсии, либо из операционного материала. Поэтому в настоящее время мы разрабатываем, ведем поиск генетических маркеров для того, чтобы можно было быстро определять, к какому вирусу пациент чувствителен. И мы используем транскриптомный анализ опухоли и протеомный анализ опухоли. Потом проводим корреляционный анализ с чувствительностью к вирусам. И в результате отбираем некие потенциальные гены, которые могут служить такими маркерами. И потом далее мы путем генных нокаутов верифицируем эти маркеры. В настоящее время эта работа находится в стадии разработки. Имеются несколько уже потенциальных таких маркеров. Но я пока говорить про них еще рано. Значит, дополнительная проблема, которая встает на пути вирусной терапии, это проблема доставки в опухоль. И если системно вводить вирус в кровоток, например, внутривенно, то он очень быстро из кровотока уходит, и очень небольшая часть только достигает опухоли, а может вообще не достигнуть. Мы разработали такой подход, который основан на использовании иммунных клеток пациента, в частности, дендритных клеток, когда инвитро эти клетки заражаются вирусом, а потом внутривенно вводятся. Вот мы верифицировали этот подход на мышах бестимусных. Верхняя панель показывает, что при введении таких дендритных клеток происходит эффективное заражение опухоли. Средняя панель – это введение больших доз вируса. Видно, что это гораздо менее эффективно. Значит, процедура для пациента довольно простая. Берется 50 мл крови, приготовляются в течение пяти дней дендритные клетки, потом они инвитро заражаются вирусом и вводятся внутривенно. В заключении я хотел бы показать несколько случаев предварительных испытаний на терминальных больных, на волонтерах. Для этого использовалась панель непатогенных интервирусов. Их безопасность была проверена еще в 60-е и 70-е годы в массовых клинических и эпидемиологических испытаниях в качестве живых интервирусных вакцин. Значит, вот здесь данные о переносимости вирусной терапии. Здесь суммированы данные для 80 пациентов различными формами заболеваний. На самом деле, это минимальные побочные эффекты. Приблизительно 70% – это умеренное, кратковременное повышение температуры, которые легко снимаются обычными жаропринижающими средствами. Приблизительно 20% – это легкие ощущения в местах опухолевых очагов. Мы не фиксировали ни в одном случае из этих 80 каких бы то ни было серьезных побочных эффектов, которые бы как-то влияли на качество жизни пациента. Здесь один случай – больная 42-х лет с большим асцитом внутри большие поражения грушной полости. Ее последовательно лечили несколькими препаратами вирусов. И видно, что постепенно идет уменьшение этих очагов. Через год уже практически ничего не видно. Сейчас уже прошло два года. До сих пор эта больная не имеет признаков заболевания. Петр Михайлович, я вас просил переходить к выводам, чтобы мы все заслужили. Еще это последние у меня слайды, связанные с глиобластомой, введение с помощью дендритных клеток. Видно также, что хороший эффект в течение трех месяцев. Вот, собственно, это вся моя презентация. Я хочу перейти к заключению, что это достаточно перспективный метод. И используя панели вирусов, можно существенно, видимо, повысить частоту оппозиционного ответа. Хотя для того, чтобы ответить на этот вопрос, требуется официальный клинический смог. Продолжение следует...